Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, очень рада вас приветствовать на своем канале. У меня вот там вот Маруська делает свои дела, я ее вот так вот прикрою, потому что я думала она придет мне помогать видео снимать, а она решила плюс 18 сделать. В общем, ладно, снимаю сегодня с кошкой, но если даже вы ее не видите, знайте, что она сегодня со мной, вон еще одна крадется, не знаю, смелится подойти или нет. Итак, о чем я с вами сегодня хотела поговорить? Я хочу поговорить с вами о пяти ароматах, они у меня находятся в пробниках, я заказывала их на рандеву, поэтому, конечно же, все ссылочки на ароматы я вам оставлю внизу, заходите, смотрите. Мне очень нравится на рандеву то, что если ты боишься покупать полноразмерный флакончик, то ты можешь просто заказать себе полтора миллилитра, полностью разносить аромат, потому что полутора миллилитров хватает на большое количество распылений, на себе проверено. Некоторые ароматы у меня, во-первых, они, кстати, не парят и не текут, что также меня очень радует. Некоторые вот от Леванта у меня стоят уже больше года, они не парят, они никуда не растекаются. Единственное, что мне не очень нравится носить их в сумке, потому что периодически вот этот верхний их сам пульвик, грубо говоря, отлетает. И, конечно же, не забывайте воспользоваться моим промокодом, который дает вам скидку минус 10%, вы сейчас можете наблюдать его на экране, но и так я вам тоже его проговорю. 10 финки, он дает вам скидку минус 10% и действует от суммы заказа 2,5 тысячи рублей, суммируется с акциями и скидками, действующими на сайте. Поэтому буду очень рада, если вы воспользуетесь моим промокодом и, конечно же, все ссылочки на сайт, на аромабоксы и на сами ароматы я также оставляю внизу, как всегда. Ароматы, о которых я с вами хочу сегодня поговорить, я заказывала какие-то ароматы по советам своих девчонок, которые меня, допустим, спрашивали про аромат, либо просили меня, чтобы я протестировала, сказала свое мнение, я все до сих пор пытаюсь разносить те еще запросы, которые мне делали, но периодически я свой список пополняю. Не могу, конечно же, все сразу купить, во-первых, некоторых ароматов просто нет в маленьких форматах, а большой формат иногда немножко страшно покупать, поэтому я заказываю себе пробники по возможности, когда появляются. И, собственно, ароматы очень яркие, ароматы, в которых на вас точно обратят внимание, потому что у них хорошие технические характеристики, они очень яркие. И они такие, знаете, во-первых, здесь есть ароматы, которые очень дорого стоят. Вот, конкретно говорю про Стефану Мберлука, 3 семерки, здесь два аромата будет от этого бренда, и, конечно, они очень классные, но дорого. Жаба моя квакает каждый раз, когда я наношу на себя белую змейку, потому что аромат, конечно, в моих хотелках, не знаю, сколько еще будет, но очень мне хочется данный аромат, но очень хочется платить за него такие деньги, потому что реально цена на него какая-то, ну, запредельная. Я вообще заметила, что сейчас, да, достаточно большое количество ароматов, ценники выросли очень сильно. В общем, собственно, как-то я опять ушла в дебри. Давайте уже переходить к ароматам. Первый аромат – это аромат от Givenchy Organza. Меня достаточно давно уже спрашивали про данный парфюм. Я, кстати, писала о нем в своем телеграм-канале, поэтому, конечно же, приглашаю вас к себе подписаться в телеграм-канал, мы там обсуждаем что-то. Конечно же, все свои горячие пирожки, горячие новинки я всегда публикую в телеграм-канале первым делом, и у меня есть также группа по распиву, поэтому все ссылочки я оставляю внизу в инфобоксе и в закрепленном комментарии, поэтому заходите и смотрите. Если говорить про аромат органза, то на самом деле он мне понравился. Это очень интересный, очень яркий, я бы даже сказала, немножко вызывающий женственный аромат. Здесь есть мускатный орех, здесь есть гордения, который добавляет мягкости аромату, здесь есть тубероза, который вообще ни разу меня не пугает. Это аромат очень белоцветочный, он очень богатый, очень ярко звучит, но на мой сугубый нос он звучит немного с намеком на возраст. Здесь также огромнейшее количество цветов, здесь есть и цитрусы, но единственный минус, наверное, который я могу отметить в данном аромате, это то, что этот парфюм лично мне, конкретно мне, добавил немножко возраста, но очень он мне понравился. Он яркий, он стойкий, он шлейфный, он, кстати, комплиментарный. Моей маме безумно понравился этот аромат, поэтому я сейчас вам о нем расскажу, и потом он поедет уже к моей маме, потому что он очень красивый, но это не совсем то, что я люблю, потому что здесь очень яркие цветы. И, кстати, я в этом аромате очень ярко слышу также ноту иланг-иланга, которая не заявлена в пирамиде. И в данном аромате цветы, они такие вот кремовые, то есть, я думаю, гордения с туберозой, не зубастой дают, такое вот нежное, кремовое, немножко даже лактонное звучание данному аромату. Они его смягчают, но, на мой взгляд, лично на мне, он просто неорганично сидит, поэтому я вам могу его посоветовать, если вы любите яркие, такие вызывающие, плотные ароматы. Мне кажется, кстати, он подойдет также на любое время года. Единственное, что нужно иметь грань дозировки данного парфюма, но обязательно к нему присоединяйтесь, Жванши Органза. Следующий аромат, о котором хочу вам сегодня рассказать, это парфюм от Amouage. Я также знакомлюсь с ароматами Amouage, потому что раньше боялась их, обходила их стороной, но решила, что пора, конечно же. Все уходят с рынка, почему бы не начать свое знакомство с ароматами? Ну, все как обычно. Аромат называется Beach Hut, именно женский. Он в таком красивом солнечном флакончике. Я, кстати, вот сделала акцент на том, что женский, я не припомню. Там есть вообще Beach Hut мужской? Не припомню. Многие этот аромат описывают как древесный. У него, и, кстати, меня удивило, что у него есть приписка Woman, потому что лично на мой нос это полноценный унисекс, даже больше уходящий в мужскую сторону. Я в этом аромате очень-очень-очень хочу подчеркнуть, активно слышу металлическое звучание. То есть здесь есть цитрусы, здесь есть деревяшки, и здесь есть оттенок кожи, оттенок раскаленного песка, и здесь есть металлический акцент. Металлический акцент, за счет которого мне очень сложно носить этот аромат, поэтому он пойдет у меня к супругу. Супругу периодически отдаю пробники, которые все-таки, на мой взгляд, уходят больше в мужскую сторону. Есть ароматы, вот как, например, Beach Hut, это просто слишком грубо для меня. На нем сидит очень красиво, очень органично, но на мне это прям сухая деревяшка, песок, цитрусы и какой-нибудь металлический кисак. Очень интересный, очень необычный аромат, который, если на вас сядет, то это будет прекрасно, но для меня это как-то, наверное, немножко too much. Я не помню, есть ли здесь уд, но мне кажется, что в этом аромате присутствует немножко кислинка уда. Поэтому попробуйте, присмотритесь, если пробовали вообще, в принципе, все ароматы, о которых я вам рассказала и буду дальше рассказывать, то, конечно же, пишите свое мнение внизу, мне будет очень интересно почитать. Следующий аромат, это тоже Amoage, Amoage Epic женский. Именно так же меня просили протестировать этот аромат, еще просили мужской, но мужской я еще до него не дошла. Эпик женский. Я как-то в одном из своих роликов, по-моему, кстати, в предыдущем, который вам вообще не понравился, не зашел, про ароматы унисекс, рассказывала, упоминала, точнее, про данный аромат. И когда я его наношу, в моей голове сразу всплывает парфюм, который есть в моей коллекции, это Tamin Imperial Chrome. Вот звучание у данных ароматов, старки, я имею в виду, он одинаковый. Огромнейшее количество смол, перца, деревяшек, деревьев, именно зимы. И в этом аромате очень красивая роза. Аромат густой, аромат плотный, аромат обволакивающий. На мой взгляд, исключительно сугубо на холодное время года. Если вы не можете подружиться с эпиком женским, попробуйте надеть его в хрустящий мороз, когда вы, допустим, либо идете по хрустящему снегу куда-то, либо вы идете на прогулку в лес. Вот для меня этот аромат немножко такой вот томный. Он густой, он тягучий, очень смолистый и безумно красивый. Хорошие у него технические характеристики. Если говорить, в чем отличие Tamin Imperial Chrome и Amoage Epic, Epic он больше, более мягкий становится в базе, да. Потому что Tamin Imperial Chrome, он все-таки больше на мужское плечо, с мужским образом красивее он сидит. Если вы выбираете между тем или тем, или у вас есть какой-то из этих ароматов, и вы думаете, нужен ли вам его собрать, то я считаю, он не нужен, потому что ароматы максимально похожи. Но я его рекомендую. Классный на зимнее, на холодное время года, на хрустящую погоду, снежную. Прям, знаете, чтобы щечки щипало, только тогда, мне кажется, красиво сидит этот аромат. Ну, в принципе, вообще в любой зимний день. Но я его вижу именно с хрустящим снегом, с вот этим вот прям, чтобы воздух был колючий, ледяной. Потому что именно в такое время я носила Imperial Crown. Я поэтому и думаю, что Epic тоже прекрасно сядет именно в этот период. Следующий аромат – это Stéphane Umberlucca. Три семерки. И сейчас я хочу вам рассказать об аромате God of Fire. Это тот парфюм, в котором я выгуливала его сегодня. Единственное, но, которое могу сказать об этом аромате, это то, что он настолько быстро с меня слетел. За счет того, что у нас сегодня беженая влажность, у нас очень душно. И аромат моя кожа съела просто, наверное... В общем, знаете, я его нанесла. Я вышла, дошла до площадки, до детской. Это, наверное, минут 10-15 прошло. И аромат на мне остался в очень-очень тонком таком вот осадке, оттенке. У Stéphane Umberlucca безумно красивые флаконы. Вот эти вот змеи очень, конечно, чисто эстетически меня привлекают данные ароматы. Если говорить про то, чем пахнет этот парфюм, это аромат про манго. Манго здесь мне немножко напоминает Круздельсур 2 от Ксержов. Также я здесь слышу некую сладинку от Mango Skin от Вильгельма Профюмери. Также я здесь слышу немного хвойное еловое манго, как в Нирване от Франк Бакле. Очень интересный аромат. Также здесь достаточно большое количество деревяшек, фруктов присутствует. И здесь есть, по-моему, ут. Ут в этом аромате, в базе, я имею в виду, добавляет некой йодистости и кислинки. И аромат красивый, но, по моему мнению, я считаю, что он немножко дороговато стоит. То есть он стоит дороже, чем он звучит. Но если вы, конечно, его фанатка или у вас есть этот аромат в коллекции, то я вас, конечно, поздравляю, потому что цены сейчас на него просто какие-то космические. Но вот так вот побаловаться, поносить, промничек полтора миллилитра, либо, допустим, даже если будет возможность, возьму себе восемь, я с удовольствием его сношу, да. Но на полноразмерный флакон, на 30 или на сколько там сейчас тысяч он стоит, я, честно признаться, не готова, потому что можно найти какие-то более бюджетные альтернативы, скажем так, данному аромату. И последний аромат, о котором я вам хочу сегодня рассказать, это Стефаном Берлука 3,7, Сент Денс. Тоже мне было очень интересно послушать этот аромат, потому что многие девочки писали про данный парфюм. Многие мне его советовали, рекомендовали, хвалили. Вообще все ароматы Стефана мне всех хвалят их. И это прекрасная гурманика. Я сегодня, наверное, буду благоухать всем, чем только возможно. Здесь есть и ноты алкоголя на старте. То есть здесь есть виски, здесь есть такая вот специфика в виде кориандра. Здесь есть какао, сандал, здесь достаточно большое количество смол, ваниль присутствует в данном аромате. Когда я наношу, и кожа, по-моему, присутствует в данном парфюме, когда я наношу этот аромат, первым делом я слышу здесь алкогольные пары, то есть алкогольный старт. Дальше аромат начинает заслащиваться, немножко превращаться в такой вот более фруктовый, что ли, даже парфюм. Такой здесь чуть-чуть горьковатый черный какао, прям вот, знаете, плитка горького шоколада я ощущаю в данном аромате. И в базе, когда усаживается на мне этот парфюм, он раскрывается как, знаете, такие орешки с вареной сгущенкой. Но это не простые орешки с вареной сгущенкой. В них еще добавили немножко копоти, в них немножко добавили дымка. То есть это не простая гурманика, это не попослепательный аромат. У него, конечно, уже другие абсолютно технические характеристики. То есть он такой вот пьяный, он стойкий. Кстати, он в духе также Бараонда от Носомата, которую я обожаю. Но если Бараонда там, то есть как бы они в одном направлении, но ароматы все-таки отличаются. То есть если вам нравится Носомата Бараонда, то, возможно, скорее всего, вам и понравится Сэнд Дэнс. Мне он понравился, но, опять же, если будет, например, у меня выбор стоять между Бараондой и Сэнд Дэнс, я, наверное, выберу Бараонду. Но он очень крутой, у него хорошие технические характеристики. Также мне частенько пишут, что, может быть, там, допустим, я чем-то вот этой знаменитой болезнью переболела, поэтому я не слышу от себя ароматы. Я говорю вам по техническим характеристикам. То есть я наношу на себя аромат, хожу с ним весь день, в течение всего дня спрашиваю своих окружающих, как вам мой аромат, вообще слышите вы его, не слышите вы его. И когда мне говорят, что, Оль, ну практически ничего не пахнет, конечно же, я вам с уверенностью говорю, что на мне аромат не держится, если я его не слышу. Никто от меня его не слышит. У него стойкость-то не очень. Но Стефаном Берлука, конечно, потрясающий бренд. Я хочу еще попробовать красную змею. Я хочу попробовать их розовую змею. То есть там большое еще количество, на самом деле, ароматов, которые мне интересно попробовать. Но пробники даже у них стоят не бюджетно. А попробовать хочется. Поэтому я вот потихоньку-потихоньку пополняю свою коллекцию, разнашиваю, рассказываю, конечно же, вам. Я надеюсь, что вам эта информация полезна. Я надеюсь, что я кому-нибудь помогу принять решение в выборе, нужен вам этот аромат, не нужен вам этот аромат. И, собственно, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я надеюсь, что вам понравилось меня смотреть и слушать. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я вас всех обнимаю. Целую. Пока-пока. До новых встреч.